Новая фаза войны и зеленый кардинал Киева. Что происходит в Украине? Президент Украины Владимир Зеленский все же признал, что цели контрнаступления не достигнуты, и тут же анонсировал начало новой фазы войны. Украинский лидер также усомнился, что его страна когда-либо вступит в НАТО. Сейчас надежды Киева в основном связаны с возможным членством в ЕС, хотя отдельные европейские страны уже дали понять, что подобные планы неосуществимы. На пропасть между устремлениями украинского президента и существующей реальностью указало и американское издание «Политика». В своем рейтинге мировых лидеров «Политика» окрестила Зеленского «мечтателем года». Что подразумевал Зеленский под новой фазой войны? Каковы перспективы Украины в НАТО и ЕС? Чем удивил рейтинг «Политика» и готовы ли стороны конфликта к мирным переговорам? Рассказываем в обзоре Белта. У нас новая фаза, и это факт. Украина переходит в оборону? В первый день зимы, фактически спустя полгода после начала украинского контрнаступления, вышло интервью Зеленского агентству Associated Press. В нем президент Украины рассказал о ситуации на фронте, подвел некоторые итоги, посетовал на недостаточное внимание к украинскому конфликту и поделился планами на будущее. Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новой стадии. Зима в целом – это новый этап войны, сказал президент. Он отметил, что боевые действия в зимний период проходят сложнее. При этом Зеленский признал, что летнее контрнаступление не дало желаемых результатов. Причиной тому являлась нехватка вооружения и сухопутных войск. «Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», – сказал президент. По словам Зеленского, он опасается, что война между Израилем и Хамас затмит конфликт в Украине и поток западной военной помощи Киеву еще больше сократится. «Понимаете, внимание равно помощи. Мы боремся за каждую каплю внимания», – сказал украинский лидер. Не добавляют уверенности Зеленскому и следующие выборы в США. «Неизвестно, чем они обернутся для Украины». Однако, несмотря на неудачи, Зеленский заявил, что Украина не сдастся. «У нас новая фаза войны, и это факт», – заявил президент. По его словам, в самой Украине будет увеличено производство вооружений. Зеленский надеется, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели. В украинской экспертной среде полагают, что под новой фазой войны и Зеленский может подразумевать сворачивание контурнаступления и переход в оборону. В виде обращения 30 ноября президент Украины сообщил, что военные начнут строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов страны. Он отметил, что мин и бетона в Украине точно хватит. Украинское издание «Страна» пишет, что это довольно знаковое заявление. Звучит оно как анонс строительства масштабных оборонительных линий, подобных той, что возвела Россия на юге. А шире это можно трактовать как переход к оборонительной стратегии, о чем стали говорить все чаще после того, как контурнаступление ВСУ фактически остановилось, а россияне сами перешли в крупномасштабные атаки. Но официально власти не говорят о переходе к обороне, и основным остается тезис о том, что ВСУ готовятся наступать. А тупика, о котором писал даже главком Валерий Залужный, на фронте нет. Министр иностранных дел Кулеба на вопрос журналистов, есть ли такой тупик, ответил резко отрицательно, пишет издание. Среди западных военных экспертов мнения о том, нужно ли Украине переходить в оборону, расходятся. Одни говорят, что для ВСУ это возможность восстановить силы, что будет большим плюсом даже в случае некоторых территориальных потерь. Другие говорят, что у России возможности вести длительную войну гораздо больше, чем у Украины. Потому что это жизнь. Каковы перспективы Украины в НАТО и ЕС? На днях Зеленский сделал еще одно неожиданное заявление. Он усомнился в том, что его страна однажды вступит в НАТО. В целом, от слов Зеленского веяло ощущением безысходности. Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет, заявил украинский президент, и будем ли мы в НАТО, или мы не будем в НАТО. Мы хотим, с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы наша безопасность была на наивысшем уровне. Я считаю, что мы идем к этому, идем по натовским стандартам, разрабатываем и свои стандарты. В то же время президент Украины с оптимизмом смотрит на перспективы его страны в ЕС. В декабре состоится саммит Евросоюза, во время которого будет обсуждаться вопрос возможного присоединения Украины к сообществу. В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС. По ее словам, Еврокомиссия увидела серьезный прогресс Киева в проведении реформ. Вместе с тем в Брюсселе обратили внимание, что Киеву предстоит проделать работу в части борьбы с коррупцией и защиты национальных меньшинств. Впрочем, как говорят источники страны в европейских дипломатических кругах, заявление Еврокомиссии о серьезном прогрессе Украины в деле реформ не означает, что в ЕС действительно так считают. В Европе прекрасно понимают, что из себя сейчас представляет Украина. И по поводу коррупции, и по поводу огромного влияния криминалитета на всех уровнях государственного управления. И по поводу, мягко говоря, неоднозначной ситуации с правами и свободами человека. Однако для ЕС важно было дать Украине надежду, что у нее есть реальная европейская перспектива. Особенно на фоне затягивающейся войны, которая идет сейчас явно не по тем планам, которые украинские власти озвучивали еще полгода назад. Поэтому на реальное положение дел закрыли глаза, удовлетворившись формальным выполнением части условий. В любом случае, пока идет война, вопросов вступления Украины стоять не будет. А когда война закончится, тогда и начнутся предметные переговоры, и будут выставляться реальные условия и критерии, в том числе и от отдельных стран, например, от Польши, которая уже сейчас начинает против Украины системную экономическую войну, рассматривая ее как опаснейшего конкурента на европейском рынке, говорит источник. К слову, Польша уже обозначила свою позицию. В ноябре замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украине даже не стоит мечтать о вступлении в ЕС, если Киев не решит проблему с эксгумацией останков поляков, погибших во время волынской резни на украинской территории. То есть перед Киевом появилось еще одно условие для членства в ЕС. На днях глава канцелярии и премьер-министра Венгрии Гергий Гуеш сообщил, что его страна также не поддержит вступление Украины в Евросоюз, как и выделение из бюджета ЕС финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Венгерское правительство не поддерживает принятие этих двух мер, ни внесения изменений в бюджет, ни присоединения Украины к ЕС, приводит слова Гуеша ТАС. Глава канцелярии и премьера отметил, что не хотел бы говорить об использовании Венгрии права ВЕТа, поскольку Евросоюзу нужны совместные решения по этим вопросам. Однако венгерское правительство не поддержит такие решения, сказал Гуеш. Он также пояснил, что Украина не отвечает критериям для членства в ЕС и по-прежнему не восстановила права венгерского меньшинства в Закарпатье. Что касается поправок в бюджет сообщества на следующие четыре года, подготовленных Еврокомиссией в Брюсселе, то там, по мнению Будапешта, плохие цифры. Сегодня о перспективах Украины в ЕС высказался и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а уже затем вести переговоры о членстве в ЕС. Между подписанием соглашения о партнерстве и начале переговоров о вступлении «Может пройти 5-10 лет», — добавил Орбан. «Это время можно использовать для того, чтобы наладить сотрудничество». «Когда мы увидим, что можем работать вместе, тогда поднимем вопрос о членстве», — сказал Орбан. «Как бы там ни было, главным условием для Украины, для членства в ЕС является завершением конфликта. Об этом неоднократно заявляли в Европе. Страну, на территории которой идут боевые действия, принимать со ставки Евросоюза не станут. Возможно, для Брюсселя заигрывание с Киевом в вопросе вступления в европейское сообщество является лишь попыткой склонить Украину к мирным переговорам». Зеленский слышит голоса о мире. А что думает Москва? В интервью Associated Press Зеленский заявил, что слышит на Западе голоса в пользу переговоров с Россией. «Некоторые голоса всегда слышны», — сказал президент Украины. Вместе с этим он заявил, что намерен и дальше продвигать украинскую формулу мира и привлечь на свою сторону как можно больше стран. О том, что в Украине не планируют останавливать боевые действия, заявил и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В целом, из его уст прозвучало немало интересных заявлений. Он вспомнил период, когда участвовал в мирных переговорах с российской делегацией. По словам Арахамии, с самого начала конфликта Россия добивалась, чтобы Украина оставалась нейтральной и не вступала в НАТО. Если бы Киев согласился, то эта война была бы остановлена еще весной 2022 года. Однако в то время в Украину приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал украинским властям ничего не подписывать с Москвой и просто воевать. При этом лидер фракции «Слуга народа» уверен, что как только Украина предложит сесть за стол переговоров, Россия сразу же согласится. Однако на этот счет бытует разные мнения. В Госдепе США считают, что в ближайший год Москва не пойдет на заключение мирного договора. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на источники в Госдепартаменте. «Я ожидаю, что Путин не пойдет на перемирие или конструктивный мир, прежде чем увидит результат наших выборов», — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это широко распространенное мнение. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая в ноябре на саммите J-20, заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. «Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — напомнил российский лидер. Путин назвал конфликт в Украине трагедией. «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал президент. Вместе с тем он отметил, что события, которые разворачивались в Украине после госпереворота, вызывали не меньшее потрясение. «Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает», — задал вопрос Путин. О том, что Москва никогда не отказывалась вести с Киевом переговоры по урегулированию конфликта, заявил на этой неделе помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС. «Напомним, что Мединский, как и Рахами, участвовал в мирных переговорах в первые месяцы после начала конфликта». «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал Мединский. «При этом он подтвердил, что Москва требовала от Киева на проходивших весной 2022 года переговорах отказа Украины от вступления в НАТО. «Но я подчеркнул, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимой республики Донбасс, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — указал помощник президента РФ. «Киев мог бы спасти сотни тысяч жизней украинцев, если бы подписал мирный договор с Москвой», — уверен Мединский. «Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор, тогда на взаимоприемлемых условиях он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — сказал Мединский. Он также прокомментировал слова Арахамия о переговорах Киева и Москвы. «Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные хозяева, насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленского подписывать мирный договор», — уточнил Мединский. «По его мнению, таким образом шанс закончить войну был упущен». «Что касается нынешней ситуации, то заключение мирного договора с Украиной теперь возможно лишь при полном выполнении целей и задач СВО», — заявил Мединский. «На тех условиях, о которых неоднократно говорил наш президент», — пояснил он, «при полном выполнении целей и задач СВО». А вот мнение бывшего помощника российского президента Владислава Суркова. «Сумерки, канун мрака, чудо не будет, многие на банковский тайком мечтают о Минске-3, зря, и Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склопку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумеете, языцы, следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства», — написал Сурков в статье под названием «Сумерки на хуторе», опубликованной на портале «Актуальный комментарий». По мнению Суркова, украинскому менталитету свойственны сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. Колдуны и ведьмы Майдана время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Ца Европа, НАТО, Безвиз, Рамштайн — все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова, на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются. Тогда наступают отрезвления и обида на несостоявшееся чудо. Рейтинги колдунов и ведьм мгновенно обрушиваются, их проклинают и забывают, и, увы, подпадают под влияние свежих проходимцев, считает автор. Мечтатель и зеленый кардинал. Кто правит Украиной? Западные СМИ продолжают то ли сочувствовать, то ли глумиться над Зеленским и его командой. Американское издание «Политика» опубликовало рейтинг политиков, раздав им весьма своеобразные титулы. Так Зеленский был назван «Мечтателем года». Учитывая, что мечты украинского президента о скорой перемоге так и не сбылись, контрнаступление захлебнулось, а помощь со стороны Запада сократилась, выборы издания выглядят скорее насмешкой. Издание отмечает, что Зеленский является лидером, который меняет ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось добиться того, что до недавнего времени казалось немыслимым. Продвинуть Украину в начало очереди на членство в ЕС и приблизить к военному альянсу НАТО, пишет «Политика». Учитывая, что перспективы Украины в этом плане весьма туманны, то данное заключение можно воспринять как злую иронию. Но 2024 год будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл его по телевидению, отмечает «Политика». Мир переключился на войну на Ближнем Востоке. На этом фоне Зеленский перешел от просьб к западным странам о помощи к чтениям лекций, однако это не принесло успеха. Перед Зеленским также стоит перспектива выборов. Ранее он клялся, что будет находиться у власти всего один пятилетний срок, а недавно дал понять, что планирует оставаться еще на один. Чтобы провести голосование во время войны Зеленскому с одобрением парламента, нужно будет изменить Конституцию Украины. И эта перспектива поднимает серьезные вопросы о демократической легитимности. Большинство телеканалов страны жестко контролируются правительством. Цензура процветает, миллионы украинцев бежали из-за войны и продолжают оставаться за границей. Десятки тысяч солдат будут голосовать в зонах боевых действий. И это без учета затрат на организацию и обеспечение голосования в военное время. Это огромные, если не сказать, неразрешимые проблемы. Вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой, резюмирует политика. Но еще больше досталось главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, которого издание «Политика» окрестило «зеленым кардиналом Киева». Почему «зеленый»? Во-первых, идет отсылка к фамилии Зеленского, под началом которого работает Ермак. Во-вторых, у главы офиса есть привычка посещать фотосессии в военной одежде цвета хаки. Издание прогнозирует, что роль Ермака усилится в 2024 году на фоне кризисов, который будет переживать Украина. Политика также обращает внимание, что Зеленский обычно окружает себя людьми своей прошлой жизни, периода, когда он работал в индустрии развлечений. И 52-летний Ермак, бывший юрист в сфере развлечений и кинопродюсер, не является исключением. Выполняя грязную работу за Зеленского, «зеленый» кардинал ввязался в споры на фоне обвинений в коррупции, связанных с его братом и его заместителем, пишет политика. Ермак приобрел огромную, а некоторые говорят, чрезмерную власть в качестве ключевого игрока в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит в своих руках бразды правления правительством и парламентом Украины, позволяя своему боссу держать свои руки и свой международный имидж чистыми, констатирует издание. Увидеть подобные оценки на страницах крупнейших западных изданий еще год назад было немыслимым. Однако украинская действительность стремительно меняется. В конце октября в американском издании «Тайм» вышла статья, посвященная событиям в Украине. Автор Саймон Шустер изобразил президента Украины как одинокого в своих идеях человека, который верит в призрачную победу и готов идти до конца. Примечательно, что на обложке «Тайм» был изображен Зеленский, который стоит в одиночестве спиной к зрителю. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского», – гласит подпись. Нынешнее фото резко контрастируется с изображением Зеленского на обложке «Тайм» в 2022 году. Тогда американское издание назвало президента Украины «Человеком года». «Вчера герой, сегодня одинокий мечтатель». Похоже, Зеленскому стоит задуматься о том, что будет завтра.